Под этой своей силой нужна помощь старшим, буквально на днях. Спокойствие, спокойно. На сегодняшний день очень подло, холоднокровная директора скинулась. Реактор? Да, очень подло, так вот, крупно, лицемерно, они меня скинули с работы, и мне вот вопросы не ставили. Выгнали с собой? Ну. Ничего, деньги не должны были там, ничего? Нет, допустим. Просто вышли, не дали работать, а? Я не знаю, что такое. А причина какая? Может быть, фирма страдает, как-то там крутится? Ну, сестра хочет заняться в бухгалтерии, она как бы уже была, просто в лицемерном, как бы ждала, пока она сидела туда-сюда. А вы бухгалтером занимаетесь? Главный бухгалтер. Я просто не ожидала от него, что он так за мной поступит. Да, моя хорошая, так это же классно. От придутка ушла с работы, сейчас себе найдете гораздо лучше. Нет, вопрос просто, ну, что Богу не понравится. А? Нет, вопрос, что Богу не понравится, что я в моей работе отрабатывался. Работу не передавала, не подставляла, не обманывала, и просто не ожидала от него. А этот администратор? Ну, кого взял? Сестра. Сестра его хочет вести теперь бухгалтерии. Ну, все, деньги остаются в семье. Все вот причины. Я просто не ожидала от этого, что он так может скинуть. В этом же проблема. Верите в людей больше, чем Бога. Ну, да. Надо все, что угодно ожидать от этого мира. Учиться ожидать, быть готовым ко всему. Вот видите, вы прекрасный бухгалтер, да? А сейчас из-за того, что вы не ожидали, вы потеряли силу. Вам надо, ну, если вы все правильно будете делать, то вам придется месяц, полтора, два восстанавливаться, чтобы дальше отработать. Ну, то есть вы просто потеряли силу из-за того, что все делали неправильно. Понимаете, как устроен этот мир. Ну, просто я вас видим, как бы, нормальные участки, и он так ходит огромное. Моя короче, вы не зависите от человека. Вы сейчас можете легко найти работу, у вас нет сил работать. Вы поймите такую вещь. Есть человек, а есть судьба ваша. Вот когда действует жестокая судьба, она сейчас в многих действует в жизни, потому что она действует на всю Землю, то надо просто знать, что это действует судьба. Если вы думаете, что человек, вот вы сосредоточились сейчас на человеке. И все, и вы теряете себя сразу. Потому что жестокая судьба, она, ее цель как раз вас разрушать. И как только вы сосредоточились на человеке, думаете о нем, то вы разрушаетесь как личность. Он вообще, как бы, ни о чем не думал, когда он, вот вы спрашиваете, о чем он думал, когда он увольнял вас. Я всегда в этом случае привожу одну, как бы, эпизод из Средникового периода. Там слониха, да, и вот эти апостолы, да, и ее братья сводные, да. И они там полезли на столу, там лед шел, в общем, смертельная ситуация. Они там, в общем, чуть не погибли, они прибегают к ней, она плачет, говорит. Вы, говорит, почему так себе, тетя, вы же знаете, что вы могли погибнуть. Они говорят, знаю. Ну почему, почему вы так вот поступили? Они говорят, сказать правду. Она говорит, ну скажите мне, я хочу знать. Они говорят, потому что мы тупые. В этом правда. Потому что мы тупые просто, и все. А как могут правильно поступать? А вам, правда, правильно понять, что есть тупые люди. Вы просто сейчас печалитесь, но с вами ничего не произошло. Вы не понимаете, что жестокая судьба, она разрушает не вашу работу. У вас не потерялась работа. У вас, сейчас вы можете работать вот так найти в течение месяца. У вас не потерялась работа. У вас потерялись вы. Жестокая судьба не разрушает деятельность человека. Она разрушает человека самого. Есть три типа судьбы. Есть тяжелая судьба, есть жесткая, есть жесткая. Ну, допустим, на примере семейной жизни. Тяжелая судьба, она нормально, может быть, тяжело стало жить. Можно быть вместе, прощать, терпеть. Она учит терпению, смирению. Тяжелая судьба. Вот ты общаешься с близким человеком, тебе тяжело. Ну, жить можно. Значит, тяжелая судьба. Если начинаешь общаться и жестить вот, ну, как бы. Каждый раз, когда приближаешься к человеку скандал, приближаешься к скандалу, приближаешься к скандалу. Это жесткая судьба. Вот самое главное вообще надо понять всем людям на земле, что есть судьба. Не надо никогда на человека стрелки переводить. Есть судьба просто. Моя судьба подействует. Человеки все люди будут прессать под ее дудку. И никто ничего не может сделать. Она имеет непреодоримую силу влияния на наши мозги. Судьба. Не надо ничему удивляться. Вот правильно вот девушка в красном сейчас мне кивнула. Потому что на вас действовала недавно жестокая судьба. И вы правильно поступили. Смогли справиться. Она не смогла. Почему не смогла? Потому что не знает, нет знаний. Жесткая судьба, когда чему она учит? Она учит быть самостоятельным в жизни. Жесткая судьба учит чуть-чуть пожить отдельно от близкого человека. И принимать силы от трех источников, которые всегда нам дают силу. Даже когда здесь любая судьба самая жестокая, самая жесткая. Человеку судьба всегда рушит. Внутри есть источника силы. Это природа, добрые люди и Бог. Природа и добрые люди это энергии Бога. Это его энергии. Когда у человека теряется настроение, у вас страдает... Вы в отчаянии вошли. Если три... Я доверяла, я не ожидала, что... Мы не говорим о человеке, говорим о вас. Я судьбе сейчас. Но вы сочинались. Мы не говорим о человеке сейчас. Я судьбе. Мы говорим о вас. И вашей судьбе. Вы сейчас опять на человека переводите стрелки. А я вам говорю, что человек ни при чем. Забудите про человека. Надо всегда человеку дарить что-то в жизни. И вот когда человек тупой, он не может быть благодарным. Надо ему подарить весь мир. Это не вы его... Не он вас выгонил, а вы его выгоните из своей жизни. Вы просто не понимаете, что... Человек иногда хочет быть наказан. Через три с половиной месяца от сегодняшнего дня к нему придет наказание. Наказание всегда за жестоких ослухов. У человека приходит, ну, все по-разному. И оно может приходить через здоровье, личную жизнь или работу. Вот три вот, как бы, три направления, через которые... И этот человек получит наказание через здоровье и личную жизнь. В основном через здоровье. Через три с половиной месяца у него будет жестяко. Причина это то, что он вас обидел. Но это его, как бы, жизнь. Это его жизнь. А есть еще ваша жизнь. И так, жесткая судьба, когда приходит, то... У человека... Ну, всегда, когда судьба действует... Понимаете, что он от меня хочет. Когда ты понимаешь, сразу начинаешь отобивать, легче жить со мной. Тяжелая судьба, терпеть, прощать, любить. Вот можешь жить вместе с человеком, ничего не происходит. Терпеть, прощать, любить. Как бы он себя не вел. Может, там, совсем плохо себя ведет. Но это тяжелая судьба. И ты можешь терпеть, терпеть, прощать, любить. Если только приближаешься к человеку. Скандал, ничего не соображать, нет взаимопонимания полного. Искрам всегда выходит из отношений. Значит, это жесткая судьба, это другой вид судьбы. И это уже другой экзамен, совсем другой. Экзамен называется «Учись быть самостоятельным». Учись получать энергию от природы, от добрых людей и от Бога. И разберись, откуда. Если у тебя теряются силы, теряются самоплодание, терпение, обидчивость, отчаяние, воли нет, силы нет, настроения нет, концентрации нет. Значит, природа, если чувствуешь, что социальные силы тебя тают, то есть не можешь устроиться на работу, не можешь найти себе близкого человека, не можешь полазить с детьми, с начальством, то тогда нужны добрые друзья, которые дают силу. Когда человеку приходит жестокое, жесткое или тяжелое судьба, человеку просто нужны силы. Почему человек страдает? Мне не хватает сил. Есть энергетическая проблема. У вас идет сильный жар внутри. Энергетическая проблема. Он побеждается водой. Вот если бы вы умели, учились, как я делал, допустим, взяли бы, залезли в мойку там или в нефку там и так далее. Посидели. Всего 4 минуты, и весь ваш жар бы ушел. Но вы не сможете, потому что у вас нет тренировки на этом. Вот неподвижное положение тела убирает вот этот вот жар. Чего-то не двигается. У вас блок находится на 5-м физическом слое. Это самый последний физический слой отвечает за адекватность восприятия мира. И надо 65 минут вот так стоять на дверь неподвижно, чтобы пробивать этот блок. И надо учиться это делать. Потому что судьба, она будет приходить в жизнь. Она не будет вас спрашивать. Нравится вам, не нравится. Верите в человека или не верите. Понимаете? Он сейчас вчера консультировал мужа с женой. Мужа вообще забрали на войну. И он как раз так сапало, он в отпуск пришел. И консультация. И они меня спрашивают, как сделать так, чтобы он выжил. И я ему объяснял, что это жестокая судьба. Что она, это уже третий вид судьбы. То есть жесткая судьба, она просто чуть-чуть подальше от близкого человека. Жесткая судьба, люди друг к другу лезут. И как пружина это работает, вот так. Они лезут, лезут, и она жесткая судьба. И они ее разрушают семью. Не надо друг к другу лезть. Судьба не действует вечно. Два-три месяца будет... Не можете общаться. Подождите два-три месяца. И все наладится. Жесткая судьба перестанет и станет легче. У кого вот так недавно произошло? Видите? Ну, ну, ну. Люди лекции... Слушайте, я даю формулы. Вы делайте как по формулам все и все. Первое, что надо сделать, понять, что действует судьба. Сознание переводить от человека. Судьба что делает? Это морда и в человека нас. То есть он плохой. Он... Смотри, что он сделал. А мы сознание от человека отводим. И надо думать о человеке. Надо думать, что есть сила. Я что-то задолжал там в прошлом. И эта сила на меня действует. Сила называет судьба. Жесткая судьба. Подальше чуть-чуть. Тяжелая судьба. Терпеть, прощать, любить. Поближе. Жестокая судьба. Третий вариант судьбы. Жестокая судьба. У вас еще не такая жестокая. Мои хорошие людей убивают просто. Понимаете? Вот человек работал, жил нормально. И теперь он может погибнуть. Понимаете? Это называется жестокая судьба. И она, женщина, слушает мои лекции. Он слушает мои лекции. Оба слушают лекции. Они говорят, Олег Геннадьевич, расскажите, что делать. Мы хотим жить. Я хочу, чтобы мой муж жил. Я говорю, первое, что когда действует жестокая судьба, надо перестать думать о ситуации. Не надо думать о том, что происходит, кто виноват. Жестокая судьба разрушает человека. И поэтому нужно защищаться. И они говорят, ну как защищаться? Я говорю, что у вас, вы, допустим, на войне находите. Что выходит из равновесия? У него тоже выходит из равновесия. Он говорит, у меня чувство непределимого препятствия и отчаяния. Отчаяния. Отчаяния, вот ты в лесу находишься. Хорошо? Тогда деревья. Садись с деревьев. Деревья, если даже ты не можешь статику делать в неподвижном положении тела, можешь сесть в дерево. Час сорок, все психические слои очищаются. Каждый день сиди возле дерева. Если есть вода, в воде сиди. Если можешь в неподвижном положении тела тренироваться, когда завтра у нас будет молитвенный тренинг, вот тренировка, как побеждать судьбу. Все приходите, будем побеждать судьбу. Я ему начал рассказывать. Он говорит, а как вообще смерть избирательно действует? Я ему говорю, смотрите, за пять дней до того, как вы приехали сюда, у вас произошло событие. Он говорит, да, произошло. Я говорю, что произошло? Он говорит, пять человек убили, семь или восемь раненых. Я говорю, давайте разберемся. Вот смотрите, вот когда это событие пришло, вы все получили определенную информацию. Ну, судьба сначала, вот он спросил меня, как уберечься от смерти. Я говорю, вот пришла информация вам всем. Он говорит, пришла. Я говорю, какая реакция? Три варианта. Первый вариант – доброта, прощать, любить всех. Второй вариант – это даешь, мы за правду всех победим. Бывает, всем все равно придется. Так и так. Три варианта – настроение. А судьба идет на настроение. Первый вариант – доброта. Это не наше сознание, это сознание Бога. Это надо молиться, попомнить о святых, чтобы у тебя доброта в сердце была. Второй вариант – это я всем устрою. И третий вариант – ненависть. Ненависть – это все, это сто процентов человек погибает. Я всем устрою – хорошо, пробуй. Ставь знаком благочестия человека. Если у него добрых дел больше, чем у того, кто перед ним стоит, значит, ты остаешься жить, тот погибает. Если у того больше добрых дел, он, значит, остается жить, ты погибаешь. А если доброта у тебя в сердце, тогда ты остаешься жить поликом. Потому что не судить, судим не будешь. Все. Поэтому люди, когда они воюют или вообще попадают под состояние жестокой судьбы, у них три варианта всего. Первый вариант – доброта. Мы тупые. Мы тупые, тупые, живите своей жизнью. Вы мне сейчас говорите, я с такими людьми не хочу иметь делать. Но и не умеете. Вы сейчас постоянно живете в отношении с такими человеками. Два монаха решили перейти через реку. Девушка молотая говорит, перенесите меня, я воды боюсь, уже темно, лодок нет, я плавать не умею. Они монахи. Один говорит, мы монахи, мы не можем даже дотрагиваться, у нас обед. Она говорит, ну какая разница, обед, не обед, что я здесь всю ночь буду, здесь я замерзну, здесь одна. И другой монахи говорит, садись мне на плечи. Он перенес ее. И потом иду дальше. Второй монахи говорит, как ты вообще мог? Он говорит, чего мог? Ну как вы, женщину дотронуться? Он говорит, слушай, я эту женщину пять минут нес на своих плечах, а ты в своем сердце уже два часа ее несешь. Он перенес и забыл, а это думает. Память. Вы несете в своем сердце человека сейчас. А надо его забыть. Ваша судьба, жестокая пришла судьба к вам, она вас убивает сейчас. И все равно не будете работать. Ваша цель защитить свою жизнь. Когда приходит несправедливость, человек не должен думать, кто побеждает, кто проигрывает. Пришла жестокая судьба, нужно думать о Боге. Понимаете? Нужно молиться, настраиваться на Бога. И в своем сердце у вас сейчас не ненависть, нет ненависти. Вы хотите справедливости сейчас. Это означает, что вы вышли из равновесия. Не надо, когда приходит жестокая судьба, хотеть справедливости. Никакой справедливости не будет. Жестокая судьба приходит для того, чтобы ломать человека. Она хочет его сделать сильным. Вам пришло время стать сильным. Работа, у вас нет проблем с работой. Пройдет месяц, и вы поймете, о чем я говорил. Вы увидите, что нет проблем, еще лучше будет работать. Но если вы сейчас не придете в себя, не будете восстанавливаться, работать над собой, молиться, то тогда никакой работы не будет. Потому что сломанный человек никому не нужен. Вы будете несчастны, замучены. Никакой работы не будет. То есть вы выбираете. Или вы сейчас думаете о Боге, настраиваетесь на духовное. Думаете о том, что пришла жестокая судьба, пытаетесь ее выдержать. Или нормально живете дальше. Или думаете о человеке об этом. И как только вы начали о ней думать, жестокая судьба продолжает действовать. Не суди, судим не будешь. Если ты считаешь, что он плохо поступил, судьба тебе предоставит такой же вариант. И посмотрим, как ты будешь поступать. Поэтому пришла жестокая судьба, защищайтесь, пытайтесь отстоять свою жизнь. Женщине рассказывала, она говорит, там нет что делать, вот ему надо в состоянии доброты. Я говорю, а тебе тоже самое. Когда в период, я сказал, когда он может погибнуть, в период этот приходит тебя сковывать всю психику. Будет холод, будет внутри чувство несправедливости. А ты думай о святости, молись и выходи из этого состояния. Жди доброты. Когда доброта придет, значит не будет жить. Уходит доброта, значит опасность увеличивается. Она говорит, а какие шансы? Я говорю, кучу людей вот провел, сейчас иду, кучу людей объясняю, как настраиваться. Ни один мужчина, ни одной женщины не погиб, если она вот все так делает. Шансы стопроцентной защиты. Женщина есть колоссальная возможность защитить свою мужу. Если она... Женщина это энергия, а мужчина это поступок. Если женщина наполняет мужа нужной энергией, он всегда будет совершать нужный поступок. Нет проблем. Женщина не знает свои силы. Она думает, от меня ничего не зависит. От тебя все зависит. А, простите, а правильно я решила полностью с ними расстаться? Конечно, конечно. Подарите ему весь мир. А мне надо с ним здороваться? Я не хочу особо предложить. Не надо. Спасибо. Судьба нужна человеку для того, чтобы готовить его к смерти. Когда приходит жестокая судьба, это подготовительный тренинг. Когда человек справляется, он удерживает несправедливость. Это значит, что в момент смерти самое главное несправедливость в этом мире, это момент смерти. Он выдержит. А если он начинает там, кто виноват, кто не виноват. При состоянии, в котором человек уходит из жизни. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Первое состояние – это принятие доброта, рай, духовный мир. Пожалуйста. Второе состояние – чувство правды, рождаясь опять на земле. Третье состояние – ненависть, плата. Все три состояния при контакте жестокой с судьбой. Несправедливость во всех трех случаях. Три варианта – ненависть. Возникло два. Чувство правды – не сдал экзамен, вздавай вновь. Справедливость ищешь. Посмотри, как ты сам сможешь с этим справиться. Доброта в сердце. Принял свой крест. Примите свой крест. Вас выбрали из свободы. Вот ваш крест. Несите его. Все. Принял свой крест. Награду. Высокая судьба, она человеку очень жестко пробегает. Потом серьезная награда. Фактически это означает трамплин. Переход на новый этап жизни. Если человек на живот высокую судьбу перенес, он справился, у него раз, резкие изменения в жизни происходят. Которые без этого вы и не произошли. Девушки с накрашенными красивыми губами. Да, вы справились, когда была жестокая судьба, у вас примерно полтора года назад. И Бог дал изменения в жизни. Серьезно. Так? Все стало лучше, чем было. Так? И так будет всегда. Ну да. Ну так себе. Значит, вы еще не осознали. Уже скоро узнает. Я вам похвалу обстановку. Я просто спросил у госпитета, где в зале человек, который справился. Не на вас показал. Он осталось скушать. А? Скушать вам стало. Полтора года назад. Настоянно. Треклая. Скорая подарки будут. Суга. 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 Да? Нет? Нет? Да? А? Микрофон? Он всегда идет за человеком. Сейчас я человек, а потом микрофон. А мне воды положено еще? Суга. 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 Мне много придется пить сегодня. Можно? Суга. Там организаторы. Знаешь, что надо было? Скажите. Да? Ваш вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать. Большое спасибо за вашу лекцию. Мне очень помогает. Вопрос у меня такой. Я замужем, у меня трое детей. И я хотела быть четвертого ребенка. Но никак мы мужу второй год не соглашались. Не-не-не. А бутылочный? Не-не-не. А-а-а. Наливать будете всегда. Вот так судьба действует. Это тяжелая судьба. Ни жесткая, ни жестокая. Ну, просто обидеть, обращать обидеть. Я хотела спросить, пожалуйста. Вода есть, но надо всегда красить. Да, я хотела спросить тебя, что у вас не так? Ничего, просто период такой идет. Сейчас, ну, молодец ваш муж, потому что 20,5 года такой период, что если вы сейчас беременнете, то у вас будет очень тяжелая беременность. Очень много сил потеряет на четвертом ребенке сейчас. А если 20,5 года подождете, все классно будет. И муж вот классно, вот как-то Бог ему и сердце помогает. Он здесь сзади? Нет? Помогает Бог ему и сердце. Видите, он дал ему знание, что он не соглашается сейчас. Правильно? Молодец. Супер. Спасибо. Иногда женщина чувствует, что нельзя сейчас надо подождать. Она чувствует, что не выносит. А иногда мужчина чувствует. Если люди молятся Богу, Бог кому-то даст это знание. Женщина иногда может беременнете, а иногда нет. Это не постоянно вот такое. Автомат, допустим, он может всегда, из нее пули всегда вылетают, когда она кнопку нажимает. У нее нет судьбы. А у женщины, из нее дети не всегда вылетают. Понимаете? Нужно, чтобы... Ага, спасибо большое. Нужно, чтобы был хороший период. И она должна чувствовать. Если хороший период идет, она чувствует, что смогу. Но если она чувствует, что всегда не смогу, значит, что она неправильно живет. Надо изменять образ жизни. Периоды. То смогу, то не смогу. Когда смогу, значит, когда начинать. А есть люди иногда слишком скупые. Они говорят, у нас денег на ребенка сейчас не хватает. Жилплощадь не хватает. Если они так мыслят, значит, тогда вообще Бог ничего не даст. Потому что ребенок, когда в утро матери появляется, он сам организует свою жизнь. Бог сразу ему все организует. Вот я никогда не думаю, сколько придут людей на лекцию, просто еду и все. Знаете, всегда один и тот же результат. Вот какой зал столько приходит, не больше, не меньше. Это Бог людей всех посылает, организует. Зачем думать? Бог дал ребенка, дальше даст возможности его содержать. А если не так, то жить не может. Но если будете грешить, то будет не так. Если вы честно живете, и вы заповеди выполняете, то будет так. А вам просто надо, Бог помогает сейчас. И это тяжелая судьба, не жесткая, не жесткая. Это значит, что надо терпеть, прощать, любить мужа. Он же не агрессивный против вас, конфликтов нет. Просто вы его не понимаете, и он вас не понимает. Вы любите детей очень сильно. Хотите еще ребеночка, хочу еще ребеночка. А он не понимает, да. Идти дает Бог не может. Вы можете как предоставить ему сперматозоиды, яйцеклетки, а душа заходит в человека только в результате боли Бога. Ну то есть, душа соединяется с сперматозоидом, заходит в яйцеклетку. Это энергия Бога. Вы можете предоставить возможность. Но зайдет она или не зайдет, решает Бог. Поэтому, что на мужиках будет? Бог сейчас вам показывать не надо. Как я-то говорю. Может не надо? Надо, Федя. Надо. И подзадимся. Вот. Это тоже был показ. Ладно. Совершение. А у нее нет. А, ну да. Окей. Здравствуйте, Елена Геннадьевич. Спасибо вам огромнейшее время, что приехали. За то, что делитесь своей мудростью знаний из вашей бесконечности в мире. Интересно. Видите, она как будто, да. Она глупо говорит. Такие люди есть. Такие очень благодарны. Интересно. Я вот хотела спросить, как научиться делать правильный выбор в жизни, если есть вариант А или В, как научиться? Знаете, когда девушка очень хорошая, может даже быть и С, и Д, и Е, и Ф, варианты. Вот если два, понимаешь, так? Такая хорошая всего два? Вот как понять, что любовь с кодом? Ведь она любит людей очень. И этот хороший, бестваря. И этот. Оба хороших. Олег Геннадьевич должен выбирать, да? Немного типа контекста. Хорошо. Я тогда скорее понял. Посмотрите. Всегда есть два варианта. Один вариант – это человек сильный, влиятельный. У него есть сила. Другой вариант – добрый. Всегда доброта – сила у женщины. Всегда дает. Или доброта – добрый человек, но обычно слабее. Или мощный человек, но не такой добрый. Всегда надо, когда выбираешь мужчину, надо смотреть на три составляющих. Первое – это развитие человека. Если мужчина, ну, хочет меняться, то у него бывают три варианта развития. И это, каждый вариант – это хорошо, хороший, положительный герой. Первый вариант – он хочет в деятельности развиваться. Это самый неразвитый мужчина, который хотят в карьеру развивать и больше ни о чем не думает. Но это все равно положительные герои. Это значит, что мужчина в правильном направлении идет. Второй вариант – он хочет меняться как личность. Развиваться как личность хочет. Это еще сильнее, значит, разум мужчины. И если он хочет служить Богу, развиваться духовно – это самый высокий разум мужчины. Первый вариант – в какую сторону идет. Если мужчина ничего не хочет меняться, развиваться – это очень опасный выбор. Это тяжелая судьба через этот мужчину. Второе, что надо учитывать – вредные привычки. Есть вредные привычки или нет? Если нет – это очень хорошо. Для мужчины это очень хорошо. И третье, что надо учитывать – это его ответственность. Насколько он серьезно настроен. Если он там думает о чем-то, то опасно. Вот и по этим критериям выбирайте. А кто больше нравится – не надо, кто не выбирает.